Всем привет! Сегодня у нас очень необычный выпуск. Сегодня я буду говорить свои мысли, свое видение по поводу того, как я жду развития событий между Украиной и Россией. Уже в этом году мы рассмотрим и военный период, мы рассмотрим и послевоенный период. Будет дано множество аналитики и прогнозов по судьбе этих двух государств. Но опять же, это все мои мысли и мое видение. Почему сегодня в этой ситуации меня интересно послушать? Я не военный эксперт, не политический обозреватель, но я последние 15 лет являюсь биржевым аналитиком. Биржевым трейдерам и моя работа анализировать большое количество информации и строить из них гипотезы, на основании которых можно потом делать какие-то прогнозы по рынкам. И иногда я очень могу попадать по этим ситуациям. Данный выпуск сегодняшний будет разбит на несколько блоков. Вы можете двигаться по таймлапсам. Я даже очень рекомендую посмотреть, что там в таймлапсах, потому что если кому-то что-то вдруг сразу не понравится, есть очень интересные вещи, которые еще вы нигде не слышали и впервые услышите только на этом канале, потому что это моя авторская аналитика. Если кто-то из вас из России, может быть вам будет нелегко даваться информация, но как бы это мое объективное видение и я как бы лишь перебираю факты. Поэтому как бы тяжело слушать, легко слушать, дело за вами. Но те вещи, о которых я расскажу, которые могут строиться в этом году, скорее всего будут реализованы, лучше к ним быть заранее готовы к этим сценариям, как-то уже ментально к ним готовиться и понимать, какое место в жизни потом будете занимать вы в новом мировом порядке. Ну что, всех предупредил? Поехали. Теперь первый блок у нас. Почему я считаю, что Украина победит Россию в военном плане, в этом военном конфликте? Мы будем разбирать кучу аспектов, из них будет складываться пазл. И один из первых это мотивация солдат. Мотивация, дух армии это основа успеха. То есть какая мотивация русских солдат в данной войне? То есть кого-то обманом выгнали через границу под предлогом учтений, кто-то шел искать потомков Бендеры, которые младенцев на ужин едят, кто-то просто шел там безнаказанно беспределить на чужой территории. Таких тоже хватает. То есть сейчас полный интернет бесед с пленными русскими солдатами. Они вроде не особо горды тому, что вторглись на Украину. Они не понимают, за что они сражаются, что они делают на этой территории. Поэтому мы видим такое количество оброшенной техники и бегущих с поля солдат. Какая же мотивация у украинского солдата? То есть после 2014 года, когда Россия по-братски забрала Крым и устроила на территории Луганской и Донецкой областей бомжатник по типу Приднестровья, а может даже и хуже, то на Украине пошел всплеск национализма, патриотизма. И кто не знает, бомжатники вот эти вот ЛНР и ДНР, почему они были организованы именно в этом районе? Потому что это были два, наверное, самых таких или одни из самых богатых регионов страны. Они составляли от 15 до 25% ВВП Украины на период до 2013 года. И там была львиная доля украинской горной промышленности, сталилитейной промышленности. И как бы отрезав эту часть от Украины, это был такой расклад у Кремля, можно было неплохо экономически ослабить Украину, что в принципе они и сделали. Именно тут, именно поэтому они здесь и организовали. Далее, после 2014 года, когда народ Украины был унижен старшим братом, который, кстати, подписывал бумагу о его защите в обмен на сдачу ядерного оружия. И среди населения, как бы пошел всплеск ненависти к Кремлю и всплеск национализма, патриотизма, которого раньше в этой стране не было. Среди населения находились очень смелые люди, которые, вот в чем было, в кроссовках, в обычной куртке, без бронежилета, без шлема, ехали со всех регионов воевать в окопах, чтобы как-то остановить расширение ДНР, ЛНР. Воевали они там с кадровыми русскими офицерами и наемниками, которых здесь вот воспитывали, взращивали, вскармливали, ну, Кремлевской рижей. Армии Украины до 2014 года не было. По сути, она не существовала. Это была плохо организованная, разворованная, немотивированная армия, которая как бы просто была на бумаге. И когда в Крым приехали зеленые человечки, по сути, вы видели, как легко там сдавались военные объекты. Солдаты Украины не могли поверить, не могли понять, как вообще можно стрелять в русского брата и как бы просто сдавали им эти части и уходили. Тот полномасштабный сценарий вторжения, который РФ организовали в феврале 2022 года, он сработал бы в 2014 году на ура, практически без выстрелов. Если бы они тогда заходили, его надо было делать в 2014 году. Тогда бы он сработал. Но Кремль почему-то забыл, что начиная с 2014 года по 2022, 8 лет на Украине развивался национализм, патриотизм, восстанавливались вооруженные силы на дотации Запада. Сюда завалилось огромное количество вооружения современного. Украинскую армию тренировали лучшие инструкторы НАТО. Ее взращивали, готовили, и готовили к неким НАТОвским стандартам, уходя от этих совковских дедовщин и вакханалии вот этой вот совковской. Поэтому к 2022 году армия Украины была подготовлена, настроена и без малейших вообще колебаний нажимала на кнопки на джавелинах, без единого сожаления, а где-то даже с огромным удовольствием, когда видела чужие сапоги на своей земле. Силы РФ не были готовы к тому, что их так агрессивно встретят, что их выжгут дотла, и люди как бы защищают свое европейское будущее и свое будущее. Поэтому отчего они хотели? Никто в ДНРе жить не хочет. Все хотят жить в нормальной европейской стране. Так что далее украинцев 8 лет готовили через медиа, через сериалы, через фильмы. Было снято и показано огромное количество фильмов про голодомор, про репрессии Сталина, про то, как насильно солдаты СРСР загнали Украину в совок и украли у них там 80 лет жизни и так далее, и так далее. То есть все исторические такие вот обиды и такие вот события, людям 8 лет в них тыкали носом. И когда они видят солдат РФ, у них сразу уже на таком внутреннем уровне срабатывают все те исторические обиды, которые как бы шли с территории Российской империи. И украинцы настолько это все поглотили и усвоили, что даже рядовой гражданин, не являющийся сотрудником вооруженных сил, видя БТР у своего дома, он туда без колебаний забросит коктейль Молотова и нисколько ему не будет жалко этих 20-летних срочников, которых сюда по некогнятным вообще предлогам отправили. То, что я вам сейчас рассказал, это просто как бы такая маленькая предыстория, почему победоносное шествие по взятию Украины там за 1-2-3 дня, оно провалилось. Вот как бы, вот была очень серьезная причина, которую я описал. Далее, огромной, при огромной ошибкой Кремля было задействовать свою армию в масштабе. Это просто такой был выстрел в себе в ногу. Сейчас расскажу почему. Значит, весь мир боялся армию России, весь мир считал ее второй по силе после США. И когда мы увидели, что за две недели они взяли только город и то не миллионник, может быть, еще пару поселков, они даже не восстановили границы ЛНР, ДНР в их областях. То есть за две недели никакого результата и полностью разбитая та 150-тысячная группировка в пух и прах. Запад увидел, на что способна армия РФ. Украинцы увидели, на что способна армия РФ. И теперь ни НАТО, ни кто в мире серьезно воспринимать их не будет. Лучше бы они ездили бы на этих своих учениях, стреляли, все боялись. Вы помните, не так давно царь, рядом стоя с Макроном, кричал ему, вы что, серьезно хотите вооруженного конфликта между Францией и Россией? А это они еще со стороной НАТО не воевали. То есть я думаю, что силы одной лишь Франции разбили бы так, что мало бы вообще не показалось бы никому, захватили бы вообще все. И это только Франция. Кремль почему-то забыл, из чего вообще состоит его армия, как она вообще делается. Изначально, как туда набирают ребят, кто туда идет, какая там дедовщина, чем они там занимаются в армии, какие там кадровые офицеры. То есть в этой, ну это проблема всех совковых стран, постсовка, что в армии занимаются чем угодно, от строительства дач офицерам, до красения, а потом стрижки травы. Но чем угодно, только не повышением своих боевых характеристик. Вот этим там не занимаются. Потом армия разворована просто до нитки. Мы сейчас видим огромное количество видео с пленными. В чем они одеты, в чем они обуты, какая у них экипировка. Ну, такой убогой, стыдной и несчастной армии, наверное, миру еще надо поискать. Потом, качество офицерского состава. Сами знаете какое, чем они занимаются. Они там все алкоголики со стажем. Может быть, какие-то единицы есть адекватных, но остальное это просто некомпетентные, неквалифицированные алкоголики, которые тоже в армии непонятно чем занимаются. Наверное, только выслуга и все. И это все не сравнить с НАТО, где в НАТО не воруют у армии, где в НАТО приходят качественные генералы, которые всю жизнь повышали свои качества, где очень квалифицированные офицеры, где серьезные военные академии, где целенаправленно взращивают воинов, а не вот эта вот выслуга и тунеядство. Ну и, собственно, имеем, что имеем. Что армия Украины, которая меньше и хуже вооружена, разорвала в пух и прах группировку из лучших, лучших из худших, которую только могли собрать, а это, как я уже говорил, они еще не воевали с любой из стран НАТО, где стандарты вооружения, стандарты качества вооружения и воинов, и офицерского состава на порядок и на порядок выше, чем те, что сейчас имеет Украина. Что еще удивило, то, что там в армии РФ даже толком связи нету, там между танками, они, грубо говоря, по мобильному телефону перезваниваются и все это перехватывается. То есть даже связь там не налажена, шифрованная какая-то военная между подразделениями. Тут черти что, все украли. Далее разберем еще, как относятся к погибшим, как бы на войне на Украине и в России. На Украине эти падшие войны, им посмертно звание героев, им огромные, там сейчас какие-то настолько огромные выплаты, что даже еще надо это проверить, я пока это говорить не буду, но просто какие-то безумно огромные выплаты погибшим. Это доставка на родину, в родной город, в одно село гробов со всеми почестями, где всем городом, селом встречают с цветами, с венками. Вот это отношение к погибшему, как бы защитнику страны у страны. И как бы за такую страну идут воевать. Возьмите отношение, Кремля к своим попадшим в кавычках героям. Трупы не забирают, задним числом увольняют. Ну, то есть, почерк в лучших традициях Сталина, когда вот в СРСР единица жизни, она не стоила ничего, это был просто расходной мусор. И вот все вот это, опять же, у них применяется. Поэтому за такой режим я не вижу большого, что будет большое количество желающих идти воевать, умирать. Ну и там были копеечные выплаты по смерти. Сейчас их вроде повышают, но все равно они намного ниже, чем на Украине. Следующий фактор в победу Украины это поддержка из вне. То есть, если кто-то думает, что Украина сама по себе воюет, конечно же, это не так. Запад постоянно подвозит оружие. Когда-то они это делали самолетами. Ну, сейчас как бы летать они не рискуют, но есть сухопутные пути сообщения и подвозится все и вся ежедневно в любом количестве. Нехватка боеприпасов нету, нехватка современного противотанкового или противовоздушного вооружения нету. Потом, у командования Киева наверняка, и это как бы я так думаю, все спутники США или Альянса, или почти все, включая их операторов и аналитиков, они получают реалтайм данные о любом танчике, о любом БТРчике, о любых диверсантах, которые куда-либо зашли и в реалтайме за ними отслеживаются. Поэтому они получают как бы где кто там находится и хорошо по ним реагируют и работают. Далее, в Украине в удаленном режиме помогают лучшие генералы, лучшие аналитики Альянса, США, которые в онлайн режиме анализируют ситуацию. И каждый день, я уверен, на столе УЗСУ лежит там с десяток предложений, как лучше обороняться, как лучше наступать и где кого брать. И там уже ССУ на месте решают, какой из невероятно хорошо продуманных и организованных сценарий им выбрать. Поэтому и успехи такие у армии. То есть удаленно очень большие аналитические ресурсы им помогают, хотя физически пока не вмешиваются. Также, если будет сильное ужесточение конфликта, всегда может примениться техника, которую применяла РФ в Крыму, когда зеленые человечки без опознавательных знаков появились и начали там что-то кого-то разгонять. То есть НАТО с тем же успехом может выделить там по группировке от каждой страны переодетыми зелеными или синими человечками и завести их и тоже говорить, что наших там нету, а они будут как бы существенно помогать. Может быть, даже уже это происходит. Они, вон, сделали интернациональные легионы, пока туда добревольцы приезжают от разных стран, но как бы уже практика есть, уже законодательство есть. под эту практику могут и профессиональные военные кадры заезжать. Теперь финансирование. на период военных действий у Украины тут тоже выигрывает, у нее перебоев и проблем с финансированием нет и не будет вообще. В то время, как у РФ сокращаются финансы внутри страны благодаря санкциям и им закручивают гайки везде, где только можно, чтобы денег в стране было все меньше и меньше и меньше на войну. В Украине открыт безлимитированный вообще кредит, скорее всего, даже не кредит, а субсидия, которую возвращать никто и не потребует, как на поддержание страны, так и на поддержание армии. Поэтому, как так хорошо держится сейчас на Украине банковская система, повышены очень сильно выплаты военным, там надбавки сейчас по 1000 долларов обычным госслужащим силовых структур и сейчас получают зарплаты военные в зонах боевых действий там что-то около 3,5 тысяч долларов. В России явно, явно меньше люди получают, особенно на фронте и, ну, понятное дело, это не совсем с бюджета Украины идет, а это все запад им платит, поэтому такое хорошее финансирование. Но, вот я к чему, у них нелементированное финансирование и они не могут так и 10 лет их держать, если надо. Запад серьезно настроен силами украинской армии повалить окончательно этот режим, который как бы сам влез в капкан, который себе и придумал. Далее, сейчас на Украине мужчины выезжать не могут и миллионы мужчин сидят без дела, без работы в своих городах. На фронте хорошо платят и дома делать нечего и мы видим огромное количество желающих записываться, пополнять резервы, пополнять территориальные обороны, пополнять вооруженные силы Украины, что есть такая предпосылка. И делать нечего, и работы нету, и платят хорошо. Поэтому, ну и плюс, как бы за святое дело пойти пообранять свои города. Почему нет? Поэтому огромное количество желающих. Я думаю, что Украина соберет в ближайший месяц там группировку в сотни тысяч хорошо вооруженных и там где-то уже подготовленных и может быть даже испытавших, испытанных на поле боя людей. И что РФ будет делать с ними дальше при условии, что тогда еще режим Кремля текущий останется. То есть будет собрана очень серьезная группировка повоевавших людей, очень злых на кремлевский режим. Ну и плюс, я говорил сейчас на Украине семьям погибших на фронте огромная выплата. Что-то просто такое, которое не вписывается в голове. Реально ли вообще это? Вот. И сейчас у многих в голове, а будет ли вторая волна, которая придет? Вот мы к ней подошли. То есть РФ собирала своих лучших и худших вот этих вот срочников в боевую точку, вот этих вот непонятно, чем подготовленных, собранных экипированных и так далее солдат месяцами. Чтобы собрать нечто подобное, это уже будет не лучше из худших, а это уже будет худший из худших. Это надо еще длительный период времени, это там еще месяц, может быть больше. А когда на родину информация о гробах, о пленных, о разбитой вот этой вот, да и на родине сейчас кушать не особо есть что, то набрать вторую группировку, которая, наверное, максимум будет в половину от той, которая была первой, будет тоже очень сложно. А в то время на Украине, если допустим, я конкретно сумму, цифру вам никто не скажет, и не знаю, сколько там обороняющих, но их количество за месяц легко может увеличиваться в 2-3 раза, а потом еще добавляться, ну, уже, правда, на десятки процентов, потому что будет приезжать из Запада, будут мобилизироваться все, все, откуда не лень. Вопрос, как бы, какая будет команда, смотря. Поэтому тут очень сильный перевес в желающих воевать и защищаться здесь, и желающих оккупировать здесь, а для оккупации надо больше, чем тех, кто обороняется, а обороняющихся тут будет больше, и больше, и больше с каждым днем. Я не вижу, как они могут их захватить. Также народ РФ уже начинает въезжать, что эта карательная операция по защите русских, она не очень их и защищает. Тот же Харьков, который бомбят, как, наверное, ну, одна из самых горячих точек, это, наверное, после Донецка самый русскоговорящий и заселенный этнический русскими город. Там, я думаю, даже с трудом можно найти тех, кто по-украински говорит. И что они там устроили, как они их защитили. То есть, уже пропагандические вот эти вот лозунги, которые выстраивались месяцами и годами, что там каких-то русских защищают, они упадут, потому что, ну как, русский город разбомбили. Тот же Донецк и Луганск, там тоже, они все русскоязычные, они все всегда были за Россию. И что они им, какой они им подарок сделали. Донецк, это вообще был период, когда вот Януковичевская банда в 13-м году уже подходила к концу. Они все были с этих областей. Они всеми, всеми городами, всеми селами поехали, поназначали своих там кумовьев, сестер. То есть, всю свою свору родственников, которую только можно было, они назначили в Киеве, по Украине, на главных должностях, разворовали, отжали все, что только можно было и обратно увезли в Донецк. Это Донецк, вот 13-й год, он был уже по количеству денег, по количеству богатых людей, он, может быть, даже уже обгонял Киев. И вдруг им понадобилось жить, короче, в Приднестровье. Ну, это как бы логика, вещей ее нет. И какой геноцид с этими русскими по итогу они сделали. Одни уехали сюда, другие уехали сюда, других мучили автобусами, эвакуировали, вот эти вот перестрелки, ну, просто произдевались, опять же, над своими русскими, опять же, пропагандическая машина о какой-то защите и помощи русским, она просто поломалась. То есть, миллионы русских здесь получили такие издевательства, что это просто на поколение у них будет злость потом на всех и на все от этой помощи. Так что, по поводу второй волны, кто ее очень боится, я мало верю, что Кремль сможет набрать дураков, которые туда полезут и опять же, встречающих тут их будет очень много и еще больше вооружения к этому моменту у них будет. Это будет крайне и крайне сложно. Тем более, кушать нечего и трон там сейчас шатается конкретно. Что, думаю, со второй группой может какую-то там локальную попытку еще где-то сделают, прорыва там найдут каких-то идиотов, но их же там их же там и закопают в братских могилах. Ну, как бы, ну, увидите. Это самый вероятный сценарий пока из того, что как бы происходит. Сейчас мы закончим эту военную тему. Она мне не очень, собственно, и нравится. Я больше по экономическим вопросам, геополитическим заговорам мы сейчас к ним перейдем. Ну, вот итог по войне. То есть, армия Украины, она сейчас лучше экипирована. У нее в разы, если не в десятки раз, выше боевой дух. Она не испытывает ни проблем ни с логистикой, ни с топливом, ни с боеприпасами, ни с современными натовскими, противотанковыми и противовоздушными комплексами. У украинской армии сейчас зарплата выше, выплата родственникам выше, количество пополнять ряды высокое. Тут не надо вылавливать, уговаривать кого-то, пожалуйста, там, вот, пойдите, повоюйте. В этих территориальных комплексах обороны там сейчас у них просто база, вот, желающих пополнять терророборону, она больше, чем вообще мест в этой терроробороне. То есть, у них и переизбыток даже, вот, территориальной обороны. Прибывают иностранцы, возможно, прибывают служивые иностранцы из сил под видом зеленых человечков, только будут они называться, наверное, синие человечки, там же у НАТО синие каски бывают. Потом, в онлайне лучшие кадры военные, серьезные, квалифицированные, в разы квалифицированные, чем у РФ генералы и так далее, аналитики помогают украинцам. Все НАТОвские беспилотники спутники на Украину, финансирование тоже есть, поэтому, как бы, я вижу шансы на победу в военном этом столкновении у Украины крайне и крайне высокие. Я вот не вижу вообще намека на поражение. Единственное, в чем Украина уступает РФ, это в ракетном вооружении, но Альянс долго ломался и вроде подвозит уже современное ПВО, не советское, которое сейчас у них стоит, а современное. И количество эскандеров на складах вроде как заканчивается, поэтому скоро и ракетные обстрелы тоже для них не станут проблемой. Так что, из факторов, которые я объяснил, я склоняюсь, что Россия получит на Украине свой самый тяжелый и большой военный разгром. Напоминаю, что я не военный эксперт, не политолог, ничего, я просто как бы биржевой аналитик, который делится своими данными, своим мнением, могу оказаться неправ, но скорее всего все, что я вам сейчас озвучиваю и буду еще озвучивать, у нас сегодня много чего интересного, оно сбудется. Ну что, теперь уходим и переходим к более интересным для меня темам, что будет после войны и какие изменения будут на Украине, на России, на мировой арене и как бы что получит Запад после победы Украины и что получит Украина. Ставки достаточно высокие и сейчас буду вам про них рассказывать. Так, начнем с пути развития российского государства. Первый и наиболее вероятный на мой взгляд это то, что будут свергать царя. Я очень удивлюсь, если ближайший месяц или раньше или чуть позже его окружение не угостит его супом с новичком ну или кто-то там какая-то другая сила просто как бы не захватит власть, будь это военные или какие-то старые политики, ну и путем как бы устранения уже дальше будут решать, что делать с бывшим царем либо поступать как в семнадцатом году делали либо его передавать на трибунал в Гагу за что запад будет очень сильно прощать и выписывать необывалые индульгенции тем, кто это сделает а деньги на западе у всех там ставки серьезные и как бы за разморозку активов могут найтись люди которые попытаются или захотят хотя бы подумать об этом запад очень сильно одарит ту силу которая поменяет строй и займет его и сменит как бы курс России на такую демократическую страну которая никуда не лезет за это их могут даже признать легитимными ну и опять же разморозят им все на западе и все простят кто-то скажет что да нет это невозможно как бы там с бункера никто не вылезет и так далее но просто как бы историю я очень много люблю очень много читаю такая ситуация когда за спиной управителя нету никого довольного то есть запад устроил ситуацию когда управителя за спиной злые все на нервах все все деньги за границы заморожены тот образ жизни который вела элита РФ который бизнесмены РФ вели ездили в Европу постоянно там выгуливали жен по Луи Виттоном Шанелем и Арме то как бы все это закончилось все на в Европе заморожено на западе заморожено яхты заморожены только вот это уже очень сильно бьет по психике я уже молчу про внутренний курс доллара в стране и то что снизу плебей начинают волноваться и поднимать голову что тоже капает у правящей верхушки на нервы то есть на работу там приходит человек жена с вечера занимая высокий пост жена ему с вечера просто там выносила вчера мозг что как ты мне обещал мы там поедем в Париже Шанелей накупим а теперь как я без них а дочка наша там хотела где-то учиться школу оканчивает мы там уже присмотрели в Лондоне и в Париже а как она теперь будет и вот после вот такого вот вечера приходит он на следующий день на работу и смотрит на предводителя если он там еще попадается на глаза ну вот таких вот людей будет очень много и вот в таком в таком вот стрессе все что угодно может происходить вот то так что зажиточная элита она в шоке потому что их жизнь которой они привыкли которая им нравилась и ради чего они там все это делали она поломалась и средний класс умер и бедные они сейчас просто постепенно начинают поднимать голову и переставать верить и воспринимать что-либо потому что холодильник пустой я думаю плохо будет все ближайшие месяцы настолько что доллар по 500 рублей никого не должен удивить я даже больше скажу если это все затянется и правитель будет оставаться на своем троне даже если это еще будет не месяц а там 2-3-4 то мы можем увидеть доллар и в диапазоне между 500 и 1000 рублей даже такое мы можем увидеть и когда холодильник будет пуст то лапша с первого канала она усваиваться будет уже не так хорошо как раньше исторически так когда народ голодный делать ему нечего работы нечего он легко поднимается на бунт и вероятность того что его можно будет поднять на бунт она будет намного намного выше чем когда-либо за последние там 100-105 лет не было такого накала у людей и повода поднять голову голову в России как сейчас когда революционеры свергали царскую Россию кстати кто не знает а много наверное кто не знает Ленин это подарок Европы и его везли в бронепоезде там по-моему с Италии через воюющую Германию подарком в Россию в надежде что он заберет власть и выведет Россию из войны Первой мировой это как бы был такой очень этому способствовала Германия то есть это такой иностранный агент которого внедрили так вот очень интересные были события тогда вот период 17-го года Россия воевала Первой мировой с Германией воевать никто не хотел были перебои с продовольствием люди были недовольны этой войной не хотели в нее лезть дух на фронте был просто ужасный бросались эти окопы ну был полный ужас если посмотрите и помникаете в хронике тех лет и в какой-то момент народ листовками и с помощью там кучи агентов убедили что все их проблемы идут от царя от царской семьи что потом было как потом с энтузиазмом народ расстреливал царскую семью вы прекрасно знаете и помните то есть я вижу очень много параллелей у того периода и этого но сейчас мир современный и есть смартфоны и благодаря этому как бы сознание работает быстрее коммуникации быстрее все происходит быстрее а так очень похоже на то что было тогда пропустим теперь этап как ну то есть я вижу просто неизбежный неизбежную смену власти в России как это будет происходить как бы неважно главное как бы что вероятность того что она будет будет смена власти ближайшие месяцы она очень и очень большая ну теперь как бы по моему видению что будет дальше и так царской царской семьи 22 года не стало там или новый преемник или новая может быть там какие-то Навальные Ходорковские пришли к власти может быть какой-то там военный генерал пришел может быть из старых сил там кто-то как-то это сделал Запад им дал легитимность возможно на Западе что-то разморозил и новая как бы Россия страна все еще ну это мы уже идем 22 год скорее всего это будет в этом году если это не будет в 22 году то как бы по ухудшению но вот этот вот сценарий он все еще сохраняется и он наиболее вероятный у меня пока вот из того что как бы мы имеем и так доллар смена власти произошла доллар там в диапазоне между 500 и 1000 рублей то знает может быть дальше даже и выше смотря какая власть пришла и тут представители народа будут отправлять своих избранников избранники сами будут бежать к западу договариваться снимите пожалуйста эти санкции потому что нам нечего есть у нас ничего нету наш у них не покупают нас никуда не пускают нас на западе не все ненавидят считают фашистами нас это не устраивает мы хотим как бы это не мы все придумали это типа была прошлая власть простите пожалуйста запад окей прощаем но он даст список требований за возврат РФ цивилизованный мир список будет огромный и есть там пару таких пунктов которые на мой взгляд там могут оказаться или скорее всего там будут иначе как бы жить в северной корее люди которые привыкли жить путешествуют тратя деньги хорошо зарабатывая пускай и казнократством но все равно высокий уровень жизни кто по Европе мало ездил там в любой столице в любом дорогом бутике минимум половина продавцов они русскоязычные это я к тому насколько казнокрады там гуляли отдыхали и под них там целые просто индустрии ниши были сделаны как же запад будет принимать россию ну во первых ее они будут наказывать просто по всей строгости которая только возможна это ради строчек в истории чтобы история потом показывала и знала чтобы не было в дальнейшем прецедентов и новых последователей гитлерской германии 20 века им надо будет показать показательную порку и объяснить всем кто будет после них что так жить нельзя в 21 веке так себя вести нельзя как вела РФ и также они покажут что бывает если переходить и бросать вызов дорогу западу например китаю тоже много чего интересного удаленно покажут по поводу сдачи России и снятия санкций это будет похлеще намного похлеще чем когда Горбачев сдавал СРСР когда сдавал СОВОК тогда был уместен торг тогда было что сдавать в общем что они будут требовать у новой власти от них за снятие санкций первое очевидно это возвращать Крым потом возвращать ДНР и ЛНР в исконное состояние включая их восстановление далее уже интересно вы такого наверное еще нигде не слышали будут репарации Украине и украинцам примерно как это было у Германии Германия платила долго пособия евреям я думаю Россию заставят платить репарации и пособия украинцам и долга если у России к этому моменту не будет денег то ничего страшного они будут они могут их заставить рассчитываться нефтью и газом там на протяжении следующих там 20 лет Украина там будет бесплатно получать или по себестоимости добычи нефть и газ что в дальнейшем может очень хорошо сыграть на ее развитии граждане Украины будут заправляться самым дешевым топливом на свете и почти бесплатно отапливать и промышленность тоже будет работать тем более мощности и газопроводы есть это как бы один из таких пунктов который обязательно поставят в случае когда они захотят снимать санкции по поводу ресурсов кстати украинцы так же как и белорусы к примеру и молдаване они за ресурсы Сибири за то что Гитлер не забрал и не захватил они умирали они защищали Сибирь и поплатились за это миллионами жизней своих граждан и еще до вот этих вот всех вещей они имели право на как минимум существенные скидки и существенные какие-то льготы при получении этих ресурсов после 91 года не выпрашивать на коленях у Москвы пожалуйста продайте нам газ а с гордостью и достоинством делиться с ними потому что общее военное прошлое при войне с гитлеровской Германией им почему-то потом не досталось то что они защищали кстати на Украине вот здесь вот были самые большие залежи угля железа и даже нефть здесь была но Советский Союз тут все добыл и все выкопал то есть Советский Союз еще и украл у Украины ресурсы в свое время ну это тоже такое маленькое отступление от темы а сейчас Украина покупает газ в Европе еще и дороже чем европейские страны хотя там есть цифры сколько миллионов граждан в обороне от гитлеровской Германии которая вполне могла захватить там все и не было бы потом Сибири и Россия ну ладно это уже отступление так по репарациям пообсудили дальше интересный геополитический пункт Россию заставят на мой взгляд сдать западу все республики СНГ отказаться от любого вмешательства в их политику и полностью их отсвободить от своего влияния запад заберет все от Белоруссии до Казахстана все это уходит от России навсегда и пойдет по западному пути развития поэтому сейчас украинцы бьются не только за свою свободу а и за свободу белорусов молдаван и многих других грузинов и многих других постсовковых стран это очень такой важный переломный будет момент эти страны потом будут взращивать как Украину по западной модели вряд ли с ними будут так щедриться как с Украиной по поводу того как потом запад расщедрится я дальше расскажу это все опять же на мой взгляд ну и эти страны потом станут частью европейской и западной банковской системы их рынками сбыта и их банковской системы под которые будут печататься потом долги для раздувания своего пузыря общего из которого состоит весь капитализм вот дальше дальше это уже такое некое футуристическое мнение и видение по поводу Арктики им могут туда еще добавить пункт что вы не лезете в Арктику он же Северный полюс потому что сейчас РФ там как бы планировала и планирует забрать там львиную долю Северного полюса пока он тает это тоже необычайные ресурсы возможно вот эта война она решила она решит сейчас будущую проблему как делить Арктику и если Россию вообще ну это будет такое демократическое очень такое лояльное государство после этих всех событий ну и случаи как бы если смена будет власти или это будет Северная Корея но как бы в Арктику их скорее всего тоже не пустят теперь вы понимаете да сколько сколько всего интересного на КОН падает и почему как бы идет такая помощь Украине сегодня и она будет продолжаться и она будет усиливаться поэтому как бы выстоять тут по крайней мере в экономическом и военном плане я не представляю возможным для России далее ну это уже собственно и так произошло просто скорее всего это закрепят УРФ забирают рынок газа Европы это произойдет так или иначе произойдет ближайшие 5 лет терминалы по переработке жиженого газа строятся сейчас в Германии строятся и много где еще в Польше строятся у них будет полный отказ от газа из России и этот рынок газа Европы уходит Соединенным Штатам дальше они их убивают из ОПЕК из мирового нефтяного рынка нефти сейчас Россия это около 10% рынка нефти планеты которые забирают себе США и союзники скорее всего где-нибудь здесь вот и получая новые скажем так индустрии нефтяную и газовую Россию себе США с помощью этого вообще может решить свой потенциально нынешний финансовый кризис ну и будущие кризисы за счет того что напичкают долгами потом Беларусь Украину Грузию Молдавию и так далее это уже потом такие далеко идущие взгляды и в случае вот этой вот победы вот этого потом великого сдавания России от новых предшественников новых Горбачевых это все будет очень сильно показательно для Китая Запад покажет свою мощь финансовую военную и политическую и скорее всего после этого после этой демонстрации которая произойдет здесь Россия Китаю придется отказываться от всех своих амбиций на мировое господство это пока я так наговорил может быть все что угодно могут еще японцам что-то здесь вот предлагать если они будут впрягаться и так далее ну пока как бы я думаю этого достаточно что я озвучил от чего как бы граждан России может и так сейчас волосы дыбом стать хотя это вполне вполне возможно потому что вряд ли вы захотите жить в Северной Корее вообще без ничего и никогда не выезжать а и плюс когда в стране нет работы это будет очень тяжело все хотят нормально жить теперь перейдем на будущее Украины после победы над РФ значит у Украины за все ее существование неважно это был 15-16 век или 11 век настанет самый золотой век вообще который только может быть и который наверное только еще у нее будет посмотрите на карту Украины исторически она так территориально неудобно находилась в окружении других империй что она не могла никогда как государство развиваться значит вот здесь вот где Польша Литва Беларусь была речь посполитая мощнейшая империя одна из самых мощных в Европе которая с удовольствием пользовалась ну там периодически приходила набирала там себе рабов и кого себе надо ну пользовалась вот этой вот колонией тут у нас Российская империя которая также всегда пользовалась каким-то куском Украины смотря какой это век тут у нас внизу на юге турки то есть тут этой территории несчастной с трех сторон все ее одновременно кусали трогали но никто никогда не забирал себе полностью на устойчивый период времени но это уже потом уже приставки разве что потом еще периодически татаро-монголы забегали сюда опустошали но до сегодняшних событий на этой территории не получалось никак ничего потому что вот извне были такие вот скажем так соседи теперь когда у нее есть подпитка ресурсов из запада то здесь такое можно могут напичкать и наверняка напичкают что эта страна очень сильно разойдется ну очень сильно что в случае когда или если украинцы свалят кремль своей героической победой а я считаю что они уже свалили кремль хоть он еще пока стоит то что запад им будет давать ну членство в ес это вообще не вопрос я думаю что я удивлен почему они еще на прошлой неделе его не дали но я думаю что в этом марте она уже будет в ес пускай пользоваться она еще тем что дает ес не сможет там период вступления долгий но просто по названию что украина член ес скорее всего это будет уже в марте это очень это очень хороший такой геополитический пункт он сильно повысит мораль солдат очень сильно повысит еще больше мораль солдат что теперь мы защищаем нашу европейскую страну а не просто там страну которую там долго не брали в ес то есть потому что она в ес будет в этом году я вообще не сомневаюсь скорее всего это уже в марте произойдет хотя бы на названии нато только подпишется мир ее возьмут обязательно в нато и для многих стран из НАТО это будет честь что такая страна с такой армией с такой повоевавшей с таким сильным духом будет среди них теперь это для них очень хорошее такое приобретение и другие страны еще потом будут на украинцев равняться в этом плане Украину будут отстраивать то есть тут даже если запад не выбьет репарации с Россией а Россия будет в сценарии Северной Кореи и там даже не Иран а там Северной Кореи конкретно то запад ну и просто будет хотя бы мир такой но они ничего сдать еще сдавать будут не готовы тогда запад будет восстанавливать за скажем так свои деньги Украину и очень сильными темпами не стоит забывать что на западе у кремлевских казнокрадов за 30 лет туда вывезли несколько триллионов долларов и они сейчас там все заморожены из этой суммы там могут выделить даже даже какую-то часть ее десятую или около того который будет достаточно на восстановление всей страны и на усиление ее экономики я уже молчу про какую-то большую часть ну и а там еще репарации потом могут выставить счет за вот этот весь бомбеж за вот эти все убитые мирные семьи за всех кто должен был выбежать получив стресс с детьми это же какой-то ужас с ребенком там маленьким или с двумя по границам по очередям вот это вот бегать по лагерям за это все заставят платить так вот запад скорее всего или из денег РФ или из денег РФ но которые наворованные но замороженные будет выделять их Украине на расстройку предоставлять правительству Украины а правительство Украины будет нанимать западных подрядчиков то есть эти деньги они потом вот эти наворованные они потом обратно вернутся в те страны которые будут присылать своих застройщиков а застройщики будут самого высочайшего уровня я думаю что на Украине начнут строить так как не строил никто никогда придут самые серьезные компании западные будут там нереальные небоскребы нереальные мосты какие там промышленные объекты ну такую стройку потом начнут но это уже при условии что мир что Евросоюз НАТО и все это будет делаться не своими рукожопными руками чтобы где-то что-то украсть а западными подрядчиками где будет считаться каждая копейка и работу будут выполнять профессионалы ну разве что может местные где-то будут привлекаться на какие-то черновые работы но все вот эти вот оборудования инженеры это будет приезжать запада сюда на работу далее всплеск здесь будет появление технологических западных компаний я не удивлюсь если тут завод Tesla начнет строиться может быть даже в 2022 году и так далее и так далее какие-нибудь дата-центры штабы филиалы Google Apple и так далее и так далее огромное количество компаний сюда придет работать что большое толковое население и плюс есть такая воля запада их тут трудоустраивать возможно там будет куча каких-то налоговых льгот а тут еще прекрасное будет законодательство им будет удобно сюда переезжать не платить в Европе там 25-30 и больше процентов а на Украине платить 5 процентов 10 процентов ну там наверное будет по принципу как в Эмиратах хотя там уже есть много чего такого сделано где маленькие налоги вот и при вот этом вот всем то что я сейчас озвучил я думаю что там к 30-му ну лет за 10 там где-то в 30-х годах этого столетия то есть лет через 10 Украина станет ведущей страной Восточной Европы она обгонит всех кто тут рядом находится Польшу Австрию ну всех обгонят с западными влияниями опять же на вот эти вот деньги которые к ней придут в качестве репараций и сюда начнут стремиться переезжать большое количество иммигрантов в том числе страны СНГ возможно с России сюда много кто начнет переезжать потому что демократическая страна которая идет понятным экономическим путем развития которую развивают которая уважаемая в мире с паспортом которой можно поехать куда угодно на когда угодно будет вот бум такой эмиграции и наконец-то Украина увидит не отток населения ежегодно а там будет из года в год приток это я тоже думаю что очень вполне возможно из того что сейчас вот мир происходит так что очень сильный рывок украинского государства возможен осталось только выстоять осталось только чуть-чуть подождать там уже режим народ или окружение сам съест пока надо только держаться им и запад откроет просто потом все двери и возможности то есть тех возможностей которые сейчас сюда придут никогда в истории существования этой территории у нее не было и возможно уже не будет поэтому с этой ситуацией они должны взять по максимуму и скорее всего возьмут по максимуму ну вот если вам нравится такой формат контента я могу такого много выпускать подобного рода вопрос как оно вам заходит напишите об этом в комментариях что вы думаете о озвученных мной вещах насколько это вероятно насколько я вообще в адеквате говорят такие вещи но я думаю так все и будет это мое видение мира по крайней мере в этих территориях на 22 год все может меняться с катастрофической скоростью но вот пока вот для меня вот такой вот сценарий наиболее вероятный на этом все удачи мира всем наиболее вероятный в этом все удачи